Что касается игры, к сожалению, нам однозначно не хватает стабильности. Мы можем определенные отрезки проводить на хорошем уровне, можем где-то тайм провести на хорошем уровне. Но целостной игры, к сожалению, у нас пока не получается. И первый тайм, наверное, так сложился. Мы неплохо начали игру где-то минут 15-20. В общем-то, создавали определенные трудности сопернику. Особенно это было заметно справа фланга, где активно играл Афанасьев. К сожалению, не хватило, наверное, завершающей стадии. Но затем, к сожалению, мы стали много ошибаться. Особенно в начале развития атаки. Однозначно уступали сопернику в единоборствах. Не столь агрессивны были. В общем-то, потеряли контроль над игрой. Соперник, в общем-то, взял мяч под контроль и довольно-таки неплохо контролировал. Нам пришлось очень много играть в отборе. И за счет вот этого, что у соперника было преимущество и в контроле мяча, они и создали несколько опасных моментов возле наших ворот. К счастью, как бы все закончилось без забитых мячей. В перерыве однозначно мы сделали определенные выводы. Мы, в общем-то, стали правильно играть. Особенно в том плане, когда соперник только начинал развитие своих атак. В общем-то, мы правильно встречали. Агрессивно стали играть уже в первой линии. Это касается особенно Лебединка и Бирюкова. Но однозначно, наверное, ключевым моментом это стало удаление у соперника. Где у нас после этого однозначно появился простор, в котором я считаю, что мы правильно стали пользоваться этим. Стали проводить, в общем-то, быстрые атаки. И причем с отбора, который мы производили не на своей половине поля, а на половине поля соперника. В общем-то, вступали агрессивно в отбор и быстро проводили атаки. За счет этого, в общем-то, ну, и получилось у нас вот эти вот забитые мячи. Пожалуйста, вопрос. Сергей Алексеевич, вы сказали по поводу, что не хватает стабильности. А с чем связываете? Ну, чтобы стабильность была, однозначно, здесь надо, ну, не то, что, как бы, и стабилизировать состав. Раз. В общем-то, у нас, наверное, уже, как бы, к этому, к этому у нас, как бы, уже все это пришло. Вот. Но здесь, знаете, как бы, вот, игра на игру не приходится. Здесь, наверное, это и от уровня сопротивления соперника. Ну, я однозначно, я уже много раз повторялся и говорю, что все-таки, ну, 19 человек новых вливается в команду. Поэтому я считаю, что даже первого круга недостаточно для того, чтобы команда, ну, имела полное взаимопонимание. Ну, вот, поэтому я считаю, вот, от этого у нас такие трудности. Ну, сейчас, не связано ли это с игрой в центре команды Ломакин и Кузьмина, арендованные игроки по ним, потому что уже первое, с первыми двумя были расторгнуты соглашения по Ломакин и Кузьмину. Будут продлены соглашения зимой или вопрос обсуждается? Ну, давайте, пока я не буду вам, конечно, вам не смогу даже ответить на этот вопрос. Вот, ну, вы же мне уже на прошлой игре задавали, как бы, такой вопрос и по Кузьмину, и по Ломакину. Ну, однозначно, мы ждем от них более активной игры, более созидательной игры, и, ну, я имею в виду, наверное, более результативной игры. Сегодняшняя игра была очень важна с турнира, с точки зрения, слава богу, взяли три очка, но на неделе, можно сказать, так, три игры. Опыт прошлых матчей, полпрошлых матчей на неделе три игры показывал, что достаточно тяжело для команды было. Какая-то ротация состава будет, или по-другому подготовитесь к этим матчам? Ну, посмотрим. Ну, сказать, что у нас такая уж прямо длинная скамейка, и чтобы у нас происходила в этом плане безболезненная ротация, наверное, я не осмелюсь так сказать. Ну, я думаю, что будем в этом отношении, как бы, каждому сопернику подходить отдельно, изучать, в общем-то, и из этого будем выбирать состав. Субтитры создавал DimaTorzok